Есть мнение, что крепостное право аналогично рабству. Так ли это? Давайте разберемся. Начнем с крепостного права. В 1649 году царь Алексей Михайлович в новом своде закона в соборное уложение вводит бессрочный сыск беглых крестьян. Данное событие явилось фактом окончательного утверждения крепостного права в России формой зависимости крестьянина от помещика-владельца и его земли, на которой работали крестьяне. В течение 17-18 веков крепостное право в России развивалось. Помещикам стало можно продавать крестьян без земли, отдавать в рекруты. Они получали право ссылать крестьян в Сибирь и на каторжные работы. Крестьянам было строго запрещено подавать челобитные на своих помещиков личной императрице или императору. О пожалованной грамоте дворянства 1785 года дворяне получили неограниченное право собственности на наследование любого вида имущества, в том числе и крестьян. Теперь давайте разберемся с термином рабство. Рабство – это система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение одного человека, раба, в собственности у другого человека, господина или в собственности у государства. Иными словами, раб – это вещь, собственность, без каких-либо прав и свобод. Право на жизнь раба было в руках его владельца. Рабство известно еще с эпохи древнего мира и античности. Рабы были и в Древнем Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Однако в новое время, по завершении эпохи великих географических открытий, появилось именно то рабство, которое мы противопоставляем крепостному праву. В процессе европейской колонизации Америки и Африки началась трансатлантическая торговля рабами между Европой, Африкой и Америкой. Рабов вывозили преимущественно из Африки, из районов Гвинейского залива. Далее на больших кораблях перевозили в больших количествах в Южную и Северную Америку для продажи с целью работы на плантациях сахарного тростника, табака, хлопка и кофе. А в Европу вывозилась уже готовая продукция, произведенная трудом этих рабов. Основными странами-работорговцами были Португалия, Англия, Испания, Франция, Голландия и Дания. Из-за высокой смертности от инфекционных болезней, например, тропической лихорадки, малярии, а также венерических заболеваний, долгое время естественный прирост рабов в Америке был низким. По данным ООН, за 400 лет из Африки было вывезено от 15 до 18 миллионов человек. Это не считая тех, кто умер в пути. Давайте рассмотрим положение рабов в 19 веке на примере Соединенных Штатов Америки. Главными центрами работорговли были города Бостон, Чарльстон и Новый Орлеан. В 1807 году президент США Томас Джефферсон подписал закон об отмене работорговли. Вслед за этим в том же году работорговлю запретила и Британская империя. Тем не менее, рабство на территории США продолжило существовать. Рабов ввозили нелегально. Труд рабов использовали на плантациях южных штатов США. Цены на рабов в 19 веке зависели от цен на хлопок. Появился также термин «домашний негр», которым обозначали домашнего раба прислугу африканского происхождения, который исполнял поручения хозяина по дому и имел более высокий статус по сравнению с полевыми рабами. Рабство в США было отменено после завершения гражданской войны и принятия 13 поправки Конституции США в декабре 1865 года, спустя 4 года после отмены крепостного права в Российской империи. В 19 веке и рабство для США, и крепостное право для Российской империи были серьезными социальными проблемами. Несмотря на послабление и расширение прав как крепостных, так и рабов, крепостное право в России и рабство в США юридически сохранялись на протяжении всей первой половины 19 века. Проблема рабства широко освещалась в американской литературе. Одной из самых драматичных и важных книг на эту тему является роман Гарриет Бичерс Толл «Хижина дяди Тома». Действие книги разворачивается на юге США и рассказывает о жизни негра-раба Тома. Роман произвел большой общественный резонанс. По некоторым оценкам, он настолько обострил конфликты на почве рабства, что стал одним из поводов гражданской войны в США. Похожим по воздействию на сознание современников произведением стала поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Она увидела свет вскоре после отмены крепостного права в Российской империи. Произведение повествует о путешествии с семерых крестьянских мужиков по всей Руси целью поиска счастливого человека. И все-таки можно отождествлять рабство и крепостное право. Давайте посмотрим на общие и отличительные черты этих социальных явлений. Объединяющим эти явления фактом явилось ограничение свободы человека. Крепостных, как и рабов, продавали на торгах, меняли, закладывали. Однако в 1833 году Николаем I был издан указ о запрете продажи крепостных с публичного торга. Так же, как и рабам, крепостным постоянно доводилось терпеть суровые наказания в виде порки и избиений от хозяев. Более того, с 1760 года в Российской империи помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь, а с 1765 года на каторгу. Однако есть и существенное отличие. Раб, в отличие от крепостного, являлся объектом права. Он не был правомочен. В суде за его поступки отвечал его владелец. В то время как крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде, отвечая за свои преступления. Также крепостной обладал правом частной собственности. Он ведь имел свое хозяйство. Обладал полным правом вступать в брак и заводить семью. Его дети были законны и наследовали имущество, хоть и рождались крепостными. Также законодательство в Российской империи частично защищало крепостных от чрезмерной жестокости помещика, которого иногда привлекали к ответственности за убийство или увечья крестьян. Например, печально знаменитая помещица Екатеринской эпохи Салтычиха Дарья Николаевна Салтыкова. Она была приговорена к пожизненному заключению в монастыре за убийство и пытки десятков крепостных. Также помимо помещичьих крестьян были государственные крестьяне, крепостные, трудящиеся на землях, принадлежащих императорской казне. Они не подчинялись помещикам, и их положение было чуть-чуть более вольным. В отличие от рабов, крепостные после указа о вольных хлебопашцах 1803 года получили право выкупить свободу и землю. А после обнародования манифеста Александра II 1861 года все крестьяне получили личную свободу. Корректно ли приравнивать рабство и крепостное право? Отвечая на этот вопрос, с большой долей уверенности можно сказать, что нельзя. Эти два социальных явления существовали параллельно. Крепостное право в России было отменено в 1861 году, а рабство в США запрещено в 1865. Все же надо заметить, что социальные последствия отмены крепостного права в целом были снивелированы последующим историческим развитием России. А вот отмена рабства в определенной мере эволюционировала в США в расовую дискриминацию, последствия чего мы наблюдаем до сих пор.